Короче говоря, одноклассник. Он предложил развеяться. Я согласился. По мнению Сани развеяться, это было пригласить меня на соседнюю лавочку. Мне было немного стыдно сидеть с человеком с красными волосами. Я спросил, как он до этого дожился. Саня сказал, что он захотел выделиться. А красный – его любимый цвет. Я сказал Сане, что выделяться можно и более нормально. К примеру, мозгами. Саня напрягся. Хотя напрягать там было нечего. Мы вспомнили славные школьные годы. Вспомнили, как на трудах просверлили Сане палец. Вся школа ржала. Особенно трудовик. Саня напомнил, как я подавился фломастером. Смеху было не меньше. В общем, детство у нас было сложное, но веселое. Саня предложил пойти к нему в гости. Я сказал, что в общагу не пойду. Я там жил 5 лет. Саня сказал, что живет в квартире. Смахивала на вранье. Но мы пошли. У него реально была своя квартира. Я спросил, кем он работает. Он сказал, что он летсплейщик. Я даже не знал, как реагировать. Если честно, я даже не знал, что такое летсплейщик. Возможно, это болезнь. На всякий случай просто уважительно покивал. Саня предложил заказать какой-то еды. Этот момент меня вообще смутил. Что за щедрость? В 8 классе мы дрались за пачку сухариков. А тут такие угощения. Я уже начал подозревать неладное. Может, это не тот Саня? Еще эти красные волосы? Человек с нашего района не мог себе такого позволить. Его бы били каждый день. Все ясно, меня разыграли. Я сказал, давайте выходите, показывайте свои камеры. Саня сказал, что может показать паспорт. Но я был хитрее. Попросил показать шрам от сверла. Это точно был мой школьный друган. Теперь сомнений нет. Саня показал мне свои видосы и то, чем он занимается. Сказать, что это был бред, ничего не сказать. Человеку 26 лет. Он играет в игры. Я вот на нормальной работе работаю. В офисе. Как все люди. Сказал ему, что пора бы уже слезть с родительской шеи. Саня взял листок и как в фильмах написал на нем свои заработки. Я посмотрел на листок, вспомнил свою зарплату, мысленно заплакал и полчаса смотрел в одну точку, пытаясь понять, что я делаю не так. Через час я уже клепал свой первый летсплей. Саня пообещал забустить мне аккаунт и сделать коллабу. Там было еще много новых непонятных слов, но главное, что это было интереснее офиса. Короче говоря, одноклассник. Друзья, всем привет. Если вам понравился этот ролик, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также переходите на канал нашего друга Тиранита. У него тоже куча видосов. Ставьте лайки и подписывайтесь на его канал. Всем пока.